всем привет 2 мая запорожье в украине и хотел бы рассказать вам одну историю которую ну разговор мне произошел вчера со знакомым написал он мне спрашивает а как там как дела у вас там запорожье как этот он сам западной украины выта ну вот как есть таки ездила вы думаете видел там все в мелитополе уже рубли там уже открывается супермаркет открылся уже все там за рубли продают уже вам надо убегать уезжать что-то из запорожье уже оставаться небезопасно это ну как это все тут спокойненько все хорошо живем тем более говорю ну куда куда уезжайте что этом буду делать вот например поехала я на западную что этом делаю и где мне там жить селиться я не понимаю вы принимаешь вообще возьмешь меня к себе я приеду поживу там у тебя то не у меня там дочь родилась только в ну а ты знаешь говорю кто там принимает кто будет ну вот возьмет на себя эти дела да ну как-то разговор у нас сразу не получился да это я вот видел вообще цены которые там ну вот примерно какая сумма идет за это все в лет ну я таковы там что-то семь восемь тысяч ну я не буду говорить в каком-то городе ну западную украинку а там цены от 12 до 16 в месяц ну так вот я так прикинул если ехать хотя бы месяца на два это только на жильем готовь где-то так около 40 димашь не девочка сладенькая такая чтобы меня там принимали именно всего это моя хорошая все да тебе гуманитар очку на тебе и поживи у меня как бы там расклад совсем другой нет бабок нет вечеринки и так потом считаю продукты то это никакой в этом смысл просто конечно это легко говорит давай там все есть все бросай что это что-то ну я так например не могу сделать просто не представляет такой у меня возможности это сделать я не понимаю ну зачем так вот 2 мая гуляю по вашей уже и моей любимой дороге все зелено все красиво цены на бензина сюда с бензином конечно вообще сейчас напряженка практически уже нигде его нету ну машина еще ездит проезд такой же но я передвигаюсь на бесплатном городском транспорте троллейбусы трамваи живем всем всем хорошего дня и крепкого отличного здоровья